Сегодня утром, помолившись святителю Николаю в день его рождения, уже завтрашний день готовится к тому, чтобы молитвенно отпраздновать день рождения страстотерца царевича Алексея, день, вымоленный государем, вымоленный семьей царя Николая, день, вымоленный молитвами преподобного Серафима Саровского и всего русского народа, кто молились о даровании нашей державе наследника, царевича. Господь даровал совершенно чистого, блаженного, с чистым сердцем, с устремлениями, которым можно только удивляться. Как готовился отрок Алексей к тому, чтобы стать самодерцем всероссийским? Он знал, что это очень непростое служение, видя труды своего отца. Он понимал, что это крест, это Голгофа, это гора, на которую надо взойти и восходить на нее. Надо не когда-нибудь, а вот с самого раннего отроческого возраста. Он усердствовал в учении, и он желал, он не искал царства, царствовать, как знаете, некоторые мечтают, вот бы взойти на престол, вот бы стать самым главным. А он готовился к служению в своей стране, в своей державе. В священном Писании, через священное Писание Господь нам повествует, как Он относится, каких жертв Он ищет от людей. Если сердце, то чистое, если всесожжение, то непорочное. Если приносили в жертву ягненка, овна, тельца, то он должен быть беспорочен, чист. Вот таким чистым, непорочным, чистой, непорочной жертвой стал цесаревич Отрак Алексей перед лицом нашего Господа. Конечно, как хотелось бы нашему народу, нам, чтобы в России воцарился такой государь, на смену своему праведному отцу во время Оно, такой государь, как царевич Алексей. Мудрый, крепкий, благочестивый, добрый, верующий и любящий свой народ. Конечно, это было бы огромное благо для России, не было бы тех войн, которые пришли, гражданский, Великой Отечественной, нынешних. Не было бы тех потерь в народе, десятков миллионов, которые наш народ претерпел в этих войнах. Не нам давать оценку событиям, но скажу лишь, что мы рассуждаем, как земные от земли, думающие о земле. Вот бы нам устроение нашей земли, вот бы нам устроение коммуникаций, наук, искусств, умножения народа и какие-то иные пожелания, которые есть по нашему человеческому мышлению. А Господь иначе судил. Он пожелал вот этого непорочного Агнца, как благую жертву, как добрую просфору, принять свое царство. Он желал, чтобы сия семья и этот отрок, этот наследник от земного царствия зашел к царству небесному. Господь не просто так, знаете, переводит, как с места на место, а Он знал внутреннее, знает внутреннее этого чистого блаженного отрока. И Он пожелал его ввести в то царство, где он был нужнее. Сегодня цесаревич Алексеев предстоит во славе с государем, со своей святой, праведной царицей, матерью, с сестрами, с сонным новомучеников. Предстоит им молиться о людях, которые сегодня здесь живут. Может быть, иллюстрацией того, как это может быть, является нынешнее военное противостояние. Сколько людей погибло, молодых воинов. Но нам жалко, мы печалимся, особенно когда знаем этих людей, или они когда нам родные. Да, конечно. Но ведь они, сколько людей, наших ребят, здесь, живя на земле, оступилось. Кто-то наркотиками, кто-то каким-то мошенничеством, кто-то в каких иных ситуациях попало в тюрьму. И оттуда бы вышло вообще непонятно как и непонятно кем. Но призыв защитить родину направил их на эти огненные рубежи. И они там завершили свою жизнь. Но завершили не как уголовники, не как алкоголики-наркоманы, а как воины, сражающиеся за свою родину. Как мученики, которые проявили свою кровь за страну, за своих собратьев воинов и за Христа. Совершенно другое качество жизни и совершенно иной итог. И сегодня эти ребята, которых мы оплакиваем, за которых мы молимся, они сегодня, многие из них, приняты в небесное царствие нашего небесного Отца. И те, кто сейчас там находятся, они переосмысляют свою жизнь. Так бы, знаете, в этом комфорте, в этой философии «бери от жизни все», происходило бы медленное разложение, растление. И нынешних воинов, и наших предков, которые жили тогда, Господь попустил вкусить, что такое вот эта свобода, что такое эта демократия, это искание небесного царствия, это искание земного царствия. И увидев ужас, что это такое, если строить земное царство, люди пожелали искать небесного и свою жизнь, отдали свою кровь, пролили ради того, чтобы войти в царствие небесное. Это происходит по сей день. Пример показал цесаревич Алексей. Он вдохновил многих, вдохновляет по сей день. Поэтому мы благодарим Бога за то, что он совершил так, как он пожелал. Он пожелал, чтобы эта жертва была принесена, и он принял ее. Принял царскую семью цесаревича Алексея, показал, что любая земная трагедия – это совсем не точка, это совсем не конец, если человек ищет более небесного царствия. Царевич Алексей искал его более, нежели земного, и обрел. Я хочу пожелать и себе, и всем вам размышлять об этом и обрести во время Оно, когда Господь сего пожелает. Обрести и нам, и детям нашим, ими же и веся судьбами, это блаженное желание, желанное небесное царство. А цесаревич сегодня молится об этом за нас. Сильная его молитва, молитва его отца, матери, сестер, всех новых мучеников. И этой молитвой мы сегодня живем и движемся. И дай нам Бог не отпасть, не выпасть из лона действия этих святых царских молитв. Всех вас со святым праздником, с престольным праздником вашего храма поздравляем. Дай Бог крепости, сил, мудрости отцу Степану, несения настоятельского труда. Сейчас мы будем совершать помазание, внимательно молиться словами канона. А после словословия, после отпуста мы совершим здесь в храме литию, а при сном памятном и романахе Анатолии настоятельности, так и храма сего. А потом совершим снова молитвы, славления святому цесаревичу Алексею. С праздником всех вас, дорогие братья, дорогие сестры.